Добрый вечер и добро пожаловать на специальный выпуск шоу Такера Карлсона. Я Уилл Кейн вместо Такера. Авиабаза Оленья, это около Финляндии. И это штаб российской морской разведывательной авиационной дивизии. Обычно там тяжелые бомбардировщики и крылатые ракеты. Это важный плацдарм для российской военной операции на Украине. В августе 21-го израильская разведывательная фирма ASI заметила кое-что необычное на авиабазе Оленья. Снимки со спутника засекли, цитата, «необычное присутствие четырех Ту-160 российских стратегических бомбардировщиков на них». И это сверхзвуковые стратегические бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие. Прямо сейчас вы видите спутниковые снимки авиабазы Оленья. Потом, всего несколько дней назад, 25 сентября, израильская разведка засекла еще три стратегических бомбардировщика на авиабазе. Это были турбовинтовые Ту-95, самые старые ядерные платформы в российском арсенале. А перед августом Джерусо Импост сообщал, что там, в Оленья, нет стратегических бомбардировщиков. И теперь, на этой неделе, там минимум семь. Украина сейчас в радиусе поражения обоих бомбардировщиков. И также по теме, помощник главы украинской разведки только что сказал, что есть, цитата, «очень высокий риск неизбежного тактического ядерного удара по Украине». Итак, зная все это, каждая страна НАТО должна задать очень простой вопрос. Как снизить напряжение? Как вы собираетесь предотвратить мировую ядерную войну? Это на самом деле единственно важные вопросы. Но у наших лидеров нет никакого ответа. Вообще никакого. Вместо снижения напряжения, они по факту намеренно провоцируют Россию. Сегодня Джо Байден опять обвинил Владимира Путина в подрыве своего же трубопровода. Она ранее также спрашивала про трубопровод. И я так скажу. Это был акт преднамеренного саботажа. И теперь русские сыпят дезинформацию. И в подходящий момент, когда все успокоится, мы собираемся послать водолазов, чтобы узнать, что произошло точно. Мы этого точно еще не знаем. Но мы не будем просто слушать, что говорит Путин. Мы знаем, что это неправда. Хорошо. Не слушайте Путина. Можем ли мы зато послушать Джо Байдена? В феврале Байден сказал, что, цитата, «Если Россия вторгнется, то больше не будет Северного потока-2». Мы покончим с ним. А потом Газдеп, Виктория Нуланд. Она сказала то же самое. Она сказала, цитата, «Если Россия вторгнется на Украину, так или иначе Северный поток-2 закончится». И что интересно, что эти угрозы показывают, у кого были намерения, чтобы Северный поток-2 остановился. Видите ли, причина, по которой наши лидеры угрожали, это потому, что Северный поток-2 помогал Путину. Нет никаких причин ему жертвовать своим преимуществом над Европой, уничтожая свой трубопровод. С другой стороны, мы знаем, кто способен закрыть свой трубопровод. Это Джо Байден и трубопровод Кейстоун-Эксель. Также есть и те, кто на полном серьезе говорят следующее. Они говорят, что это российский способ взорвать свой трубопровод, чтобы ограничить предложения и взвинтить мировые цены на нефть и газ и зарабатывать больше денег на нынешних контрактах с Индией и Китаем. Но вопрос. Зачем взрывать свою инфраструктуру? Почему бы, ну знаете, не повернуть вентиль? И именно это Владимир Путин и сделал несколько недель назад. Он перекрыл Северный поток-2. Не поступало газа через трубопровод, который, говорят, он взорвал, чтобы ограничить поставку нефти и газа. Поставок, которых и не было через Северный поток-2. Для ясности, я не знаю, кто ответственен за это. Я просто пытаюсь логически понять, кому выгодно. И если США или их союзники и саботировали российские трубопроводы, то это было бы не в первый раз. В 82-м Ронард Рейган разрешил ЦРУ взорвать сибирский трубопровод природного газа, используя программное обеспечение. Так что мы, американские граждане, перед тем, как под барабанный бой промаршировать напрямую к мировой ядерной войне, имеем право на ответы. Знаете, кто еще имеет право на ответы? Климатические активисты. Вы считаете, что они это заметили и теперь задают вопросы. Почему? Потому что утечка из Северного потока-2 выкинула более 300 тысяч тонн метана в атмосферу. Звучит очень серьезно, да? Вот сколько это, согласно Блумберг. Это примерно, цитата, такое же влияние на климат за 20-летний период, как ежегодные выбросы от около 5,5 миллионов машин в США. Но наши лидеры, даже наш великий царь энергетики, надеются, что мы всего этого не заметим. И если план в этом, то он может сработать. Потому что столько всего происходит, что трудно уследить. Это как день безумия. Одно полетело в одну сторону, другое прилетело с другой. А тут еще и новости. Россия пытается аннексировать части Украины, а с другой стороны США объявляет о новых санкциях для России. Также сегодня мы объявляем о новых санкциях, которые включают новые власти, а также любого, предоставляющего политическую или экономическую поддержку российским незаконным заявкам на территорию. И я близко общаюсь с нашими натовскими союзниками, которые также решительны в ответе на его агрессию. Давайте еще раз осмелимся задать несколько важных вопросов, осмелимся логически порассуждать. Почему новые санкции сдержат Россию? Последние семь месяцев санкции привели к нехватке еды и энергии в Европе. А тем временем в России рубль только укрепился. И, кстати, наша экономика рухнула. История, по сути, показала, что со времен Японии и Сирии и до России санкции не сдерживают, а не провоцируют. Может, цель в этом? Это единственный способ добиться смены режима в России, что заявленная цель администрации Байдена. Помните? Путин, цитата, «не может оставаться у власти». Слова Джо Байдена в марте. И он не шутил. В апреле между Россией и Украиной пробные переговоры по прекращению войны. Украина могла сохранить территории. Все, что ей надо было сделать, это пообещать не вступать в НАТО, так как НАТО хочет сместить Путина с поста. Но администрация Байдена и Англия запретили этот договор. Итак, еще раз, важный вопрос. Это действительно про безопасность Украины? Или это про смену режима в России? Даже если это значит начать мировую войну? Сегодня, если у кого еще и были сомнения, то президент Украины убрал их. Он подписал украинскую, цитата, «ускоренную заявку по формальному вступлению в НАТО». И вот еще одно, хорошо спродюсированное видео из Киева. Смотрите. На вступ у пришвыдшенному порядку в НАТО. Хороший ракурс для ручной камеры. Если Украина вступит в НАТО, это означает мировую войну. Согласно пункту пятому устава НАТО. Миллионы умрут. Вместо того, чтобы попытаться избежать этой катастрофы, наши СМИ нам говорят, что, по сути, это неизбежно. Например, Нью-Йоркер опубликовал это заявление. Цитата, «Фиона Хилл, эксперт по России, говорит, что мы уже сражаемся в Третьей мировой войне. Осознаем мы это или нет?» Возможен даже ядерный холокост. На НБС, цитата, «Историк» Майкл Бэшлас только что сравнил путинскую Россию с нацистской Германией перед началом Второй мировой. Почему? Потому что Путин заявил, что он присоединяет территории к России, украинские территории к России. Правильно ли это сравнение Путина и Гитлера? НАТО так и считает. Министр иностранных дел Польши пообещал, что страны НАТО будут использовать ядерное оружие против России, если российские стратегические бомбардировщики нанесут первый удар. Он сказал, что не имеет значения, входит Украина в НАТО или нет. И в Вашингтоне вы не найдете ни в одной из партий политика, который с этим не согласен. Они все верят, что защита Украины стоит риска ядерного Армагеддона. Конечно же, и Линдси Грэм. Он только что также сравнил Путина и Гитлера. Я надеюсь, что мы посылаем очень ясный сигнал, что мы собираемся поставить больше помощи и, если мы договоримся, на что я надеюсь, в декабре финансировать правительство, которое подготовит серьезный пакет военной помощи Украине до 2023-го. Неужели мы ничего не поняли в прошлом веке? Что мы должны были понять? Что когда доходят до забияк и сумасшедших, которые, ну, знаете, хотят держать мир под пятой, как Гитлер, то мы должны верить их словам и лучше им давать отпор раньше, а не позже. Это был республиканский сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм, стоящий рядом с ним сенатор-демократ из Коннектикута Ричард Блюментал. Почему почти каждый политик из обеих партий пытается спровоцировать Россию на использование этих бомбардировщиков? Для ответа на этот вопрос давайте обратимся к полковнику Дагу МакГрегору, основному полковнику армии США, и он присоединяется к нам. Полковник, рад вас видеть сегодня. Поток, ураган новостей сегодня про Россию и Украину. Какой нам сделать вывод? Ну уж точно не такой, как сенатор Грэм, или, коли уж заговорили об этом, президент Байден. Уничтожение трубопроводов, очевидно, не было осуществлено Россией, в это никто и не верит. Был даже опрос населения в Германии, и люди высказались преимущественно против войны с Россией или ответственности России за трубопровод. Я думаю, перед нами три момента. Первый. Путин решил, что никто в Вашингтоне не будет с ним разговаривать, и он знает, что руководит всем Вашингтон. И он решил, что в ответ он будет эскалировать военную операцию. На Западе люди не в курсе, но российские войска с первого дня находились в меньшинстве перед украинскими. Это серьезно изменится, и я подозреваю, что бомбардировщики, о которых вы говорили, которые несут и конвенциональное, и ядерное оружие, будут оснащены конвенциональным вооружением, и, возможно, будут использованы в эскалации, которую мы увидим на Украине. Я думаю, он добьется переговоров в Украине на условиях, которые будут приемлемы для России, и которые нам не понравятся. Но кроме Польши, никто в НАТО не заинтересован начинать войну с Россией. Если мы будем на этом настаивать, то увидим НАТО разваленным на куски. Потому что, предположительно, они не захотят следовать за Польшей, не сохранят единство. Я полагаю, это то, о чем вы говорите, полковник? Конечно, абсолютно. Никто не хочет воевать с Россией, кроме поляков и парочки людей в Вашингтоне. И в этом суть, в этом суть. Если мир и не пойдет за Польшей на войну с Россией, то лидеры Соединенных Штатов Америки будут толкать мир к войне с Россией. Полковник Даг МакГрегор, всегда рады вам. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok